Вечер прощания с детством. В Доме культуры поселка Афибский прошел районный выпускной бал. Вчерашние школьники уже сегодня вступают во взрослую жизнь, полную событий и новых свершений. И уже сейчас выпускники рассуждают о завтрашнем дне со всей серьезностью, даже когда говорят о собственных сверстниках. За 11 лет обучения случилось настолько много и очень много сил было потрачено на то, чтобы добиться тех результатов, которые я сейчас имею. Всем остальным выпускникам я бы хотел пожелать успеха в жизни, чтобы все произошло так, как они сейчас хотят этого и были рады всему, что в жизни происходит. Грустно, что заканчиваем школу, но и радость такая, что мы выходим в новый путь, в новую жизнь взрослую. Есть одно такое хорошее правило. Если потихонечку изо дня в день делать чуть-чуть, то в итоге достигнешь большего, нежели за какой-то короткий период. Ты попытаешься все это сделать, и у тебя явно не получится. Поэтому, чтобы достичь каких-то больших высот, нужно каждый день прилагать хотя бы чуть-чуть, но каждый день и определенное количество усилий к продвижению своей цели. И тогда вы добьетесь. Желаю всем выпускникам в этом году поступить на бюджетные места в те вузы, которые не хотели поступить. Ура! Районный выпускной бал – грандиозное событие. В 13-й раз лучшие выпускники района собрались все вместе, чтобы отпраздновать окончание школы. Медалисты, спортсмены, победители Олимпиад и творческих конкурсов, добровольцы – все они не раз защищали честь своей школы далеко за пределами района. А совсем скоро будут представлять наш район в самых разных уголках страны. Но это будет позже. Сейчас время радости, веселья и зажигательных танцев. Уже через несколько мгновений в зале Дома культуры началась торжественная часть. С напутственным словом к выпускникам обратился глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. Закончились самые чудесные школьные годы. Позади экзамены, позади последний звонок. Впереди уже взрослая жизнь. И вы теперь будете отвечать каждый за себя, за свои поступки, за свои дела. Сегодня ваш день. Прекрасный выпускной бал. Все для вас открыто. Все двери вузов, других учреждений. Я хочу пожелать вам счастья, удачи, в добрый год, дорогие наши выпускники. И пусть все у вас получится. Поздравить виновников торжества приехали лучшие коллективы района и города Краснодара. Со сцены звучали прекрасные песни, а выступления хореографических коллективов срывали бурные овации зала. Насыщенная концертная программа продолжилась выступлением самих выпускников. Участники губернаторского бала кружились под звуки вальса, прощаясь с последними мгновениями своего беззаботного детства. Завершился бал праздничным салютом. Залпы разноцветных огней взмывали в небо и освещали лица выпускников, на которых были только улыбки. Сотни искрящихся огоньков устремились в небо, а вместе с ними – надежды и мечты наших выпускников, которые, подобно этим самым огонькам, совсем скоро отправятся в собственное, самостоятельное путешествие, навстречу своей мечте. Десантник, ветеран Великой Отечественной войны Петр Матвеевич Герасимов из львовского поселения 25 июня отметил свой 95-летний юбилей. Глава Северского района Адам Джарим лично поздравил юбиляра. Петр Матвеевич, здесь очень много добрых слов. Вы заслуживаете большего. Поэтому мы все желаем вам здоровья, благополучия. Спасибо за то, что вы сделали для всех нас. За мирное небо, за те труды, которые после военную разруху вы восстанавливали. И всю жизнь работали на благо нашего района. Поэтому, чтобы вот этот инструмент в ваших руках еще долго играл. Петр Матвеевич родился и вырос в хуторе Порона-Покровском. Когда началась Великая Отечественная война, его отправили в Сталинградское училище в маневр воздушно-десантную бригаду, а затем под Москву. Десантник Герасимов полетал в военном небе над Кавказом, Сталинградом и Кёнигсбергом. В боях в феврале 1945 года Петр был ранен. Его отправили в госпиталь в Прибалтику, а туда в московский санаторий имени Герцена, где ветеран и встретил Великую Победу. Петр Матвеевич всю свою жизнь трудился в Северском районе, работал водителем, пожарным и сейчас он очень активен, занимается домашними делами и помогает детям воспитывать внуков. А еще ветеран Великой Отечественной войны очень музыкален, играет на таких инструментах, как балалайка и гитара. Вот и сегодня он не может представить жизнь без музыки и песен. Не остался в долгу и творческий коллектив Львовского Дома культуры, поздравив виновника торжества с задорными песнями. Жизнь Петра Герасимова – это подвиг. Каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения, любви к родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во имя достижения великой цели. Нам жить в России. Под таким девизом в Северском парке прошел районный этап Краевого фестиваля подростково-молодежных объединений по формированию здорового образа жизни. Традиционное мероприятие объединяет всю активную молодежь Северского района, чтобы рассказать всем окружающим о том, что беспокоит подрастающее поколение сегодня. Фестиваль приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Шесть команд из Ильского, Северского, Черноморского, Львовского, Азовского и Афибского поселений представили на суд жюри и публике творческие номера. Посвященные здоровому образу жизни. Все участники фестиваля являются победителями зонального этапа муниципального конкурса клубных учреждений на лучшую постановку по профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По результатам фестиваля победа досталась клубу «Живи ярко» Дому культуры поселка Черноморского. Под громкие аплодисменты ребята принимали заслуженные поздравления. Фестиваль «Нам жить в России» в очередной раз продемонстрировал, что в Северском районе живет творческая, активная и здоровая молодежь, способная на новые открытия, победы и достижения. Конные и пешие прогулки, джипинг, рыбалка, катание на квадроциклах на Кубани запустили новую программу активного отдыха. В отеле «Собер» Станицы Убинской состоялась презентация краевой маркетинговой программы «Отдых с видом на горы» предлагает туристам активно позитивный отдых и заряд бодрости. Благодаря этому проекту туристы могут не только интересно провести время, но и значительно сэкономить на проживании в поместьях, базах и загородных домах отдыха. Программа разработана Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. На сегодняшний день в программу включены 22 средства размещения, расположенных на территории 8 районов. Отдыхающие могут выбрать тур продолжительностью 2 или 3 дня. Сегодня гостям и жителям края доступно уже свыше 40 коротких туров по активному отдыху. Предприятие отрасли предлагает туристам также воспользоваться программами релаксации, посетить СПА, искупаться в термальных источниках и принять участие во многих других активностях. Приятным и весомым бонусом стали скидки от 5 до 60%, которые готовы предоставить туристам базы и загородные дома отдыха в рамках пакетных туров. Напомним, что программа стартовала в феврале 2018 года и действует весь год. Она будет пополняться новыми участниками и еще более интересными предложениями для активного отдыха. Подробнее о турах программы «Отдых с видом на горы» можно узнать по телефону горячей линии курортов Краснодарского края 8 800 260 90 или по телефону предприятий участников. Их контакты, а также перечень пакетных туров опубликован на сайте Министерства. Лето уже полностью вступило в свои права, а как известно, на Кубани солнце особенно горячее. Среднесуточная температура в последние дни держится в промежутке от 27 до 33 градусов. И это только начало. К концу месяца синоптики обещают рост температур до 38 градусов. Конечно, идеальным решением в такую погоду будет поездка на побережье. Но и тем, кто не может пока вырваться к морю, нужно как-то спасаться от жары. Покупаем прохладительные напитки, мороженое, дома кондиционер, а работаю в любом случае до обеда в жаре. Ну, чем больше пьешь, тем больше хочется, поэтому стараешься наоборот. Спасают прохладительные напитки, можно набрать маленькую баночку воды и пшикать себе в лесок. В часы высокой солнечной активности выходить на улицу без головного убора или зонта не рекомендуется. Холодное питье может стать причиной простуды, так что с низкими температурами следует быть поаккуратнее. Сплит-системы и кондиционеры тоже неплохо помогают пережить жаркий день, но и здесь есть риск для здоровья. Насколько жарким будет это лето, пока сказать трудно, однако известно одно – пиковые температуры еще впереди. Так что тем, кто только планирует свой отпуск, следует присматриваться к прогнозам синоптиков. Редактор субтитров А.Семкин